здесь еще пройдя перелесок останавливаясь у следующего дома это дом калиничева ивана александровича тоже сына матриона и александра калиничевых в таком маленьком домике жила кажется 9 детей у него было он так довольно далеко от дороги сейчас уже тут подзаросло под заброшенный дом но вот еще стоит держится до недавних пор еще приезжали потомки сюда тоже такой исторический дом но по крайней мере построен он не позже чем 1910 1920 года потому что старшие дети у ивана александровича родились в начале 20-х годов вот вот в таком виде здесь немножко подзаросло дальше продвигаемся вот там где такая красивая елка не стоял маленький маленький домик и жила там женщина по фамилии волкова забыл как и даже звали катерина что ли екатерина ты и была дочка в общем муж ее был волков он из журавлева родом насколько я понимаю потому что волкова это фамилия журавлевская вот и он он даже был участник войны вот под этой елкой у них стоял крошечный домик еще в конце 80-х годов его можно было увидеть он еще стоял и где-то вот наверное годы в 90-е он полностью то ли был кем-то разобран то ли он рухнул в общем от него сейчас и следа не осталось только вот деревья растут видно что это бывшее место где стоял дом домик был очень маленький буквально два окошечка на дорогу такой вот малюсенький и вот это вот большая елка сейчас просто пустое место пустырь ничего от него не осталось то есть вот если пройтись по деревне такие вот есть уже места где когда-то стоял дом но уже ничего нету вот это еще на моем веку я некоторые дома такие помню здесь напротив мы видим старая баня заброшенная здесь таких два кирпичных дома на две квартиры каждый как бы то есть 44 квартиры в двух кирпичных домах здесь была по моему колхозная пелевня довоенное время насколько я помню но не я помню по рассказам местных жителей вот но вот уже в советские годы но послевоенные так понимаю были построены вот эти кирпичные дома вот здесь жили виктор нажимов женой натальи здесь жила рассказывала анна с мужем с костреевым владимиром вот но и здесь жили тоже дрюковы еще кто-то жил в общем даже не знаю кто еще в одной квартире жил но вот эти дома жилыми были еще где-то до 2010-х годов а вот эти уже перестали быть жилыми 90-е годы последним кто здесь жил это был такой сидяков валера пастух вот он здесь жил а потом он переехал на противоположную сторону где сейчас строят новый дом это уже соседи такой прекрасный домик красивый а здесь стоял когда-то дом в котором жил валера пастух и он этот дом сжег и здесь даже вот эти деревца растут там это на этом месте именно стоял дома здесь жил калиничев петр федорович соответственно вот родной брат тихановой надежды федоровны ну и вот всех федоровича это внук калиничева александра и матрёны соответственно его жена была просковья петровна просковья петровна забыл отчество не ручаюсь точно но ее звали петиха потому что она была женой вот петра то есть петь здесь жил жили петя и петиха они были по моему 1913 года рождения вот они калиничевы тоже все калиничевы деревенской они родственники друг другу деревне довольно часто называли не по фамилии всегда практически а по родовому прозванию то есть по отцу по мужу по деду вот скажешь допустим паня петиха и сразу понятно кто это скажешь калиничева просковья а таких может три или четыре калиничевых просковья в деревне поэтому здесь вот жила паня петиха вот и сейчас вот этот участочек обихоженный такой вот потомки вот этого петра и просковья живут и сейчас в других местах я с ними общался и вот это тоже мои родственники далекие но все-таки родня вот здесь прорыли канавку дренажную хорошую и вот здесь все что осталось от второго кирпичного домика здесь хорошо видно то есть если вот тот домик он еще в принципе может быть отреставрирован то этот кирпичный домик уже даже я не обладая профессиональным навыкам строителя и инженера могу сказать что наверное он уже приказал долго жить потому что уже треснули стены в некоторых местах углы обвалились то есть тут все уже очень плохо вряд ли это можно восстановить хотя место здесь очень хорошее здесь такой большой участок здесь сухое место достаточно колодец вот там заброшенный его можно расчистить и пространство огромного туда вдаль до самой дыреки там можно сенокос разрабатывать и огород и все что угодно вот только не хватает сказать хозяйских рук вот здесь живут тоже сеничевы это здесь жил иван сеничев точно не помню сейчас его отчество иван иванович по-моему вот родной брат его был владимир иванович сеничев вот у владимира жену звали володиха это мария александровна была она тоже наша родственница а здесь вот жил иван иванович сеничев его жена наталья вот и сейчас живут потомки вот в частности старейшая современная жительница любовь ивановна дочка иван ивановича сеничева ей уже в следующем году будет 90 лет вот она здесь живет я все тоже хочу как-то у нее взять интервью но все ее не могу застать на улице на все уже видимо не очень то и выходит вот а так мы с ней беседовали на тему истории деревни она очень много помнит она еще помнит довоенные какие-то времена вот такая вот история с косыми харчевнями а дальше вот здесь идет так называемый перелесок это такой болотистый участок примерно ну если не километр то с пол километра где-то в длину вот здесь никто никогда не строился просто вот такая дорога и по краям болото поэтому в детстве когда бегали гулять горит не ходи на перелесок там волки тебя съедят потому что тот действительно глухое местечко как говорил шарлок холмс никто здесь никогда не строился но тут я почему еще пока не отключаю запись потому что вот дойду до одного места где стоял еще один дом вот сейчас ну тут уже конечно ничего не видно ничего не сохранилось просто я дойду до того места где была дорога как бы про ульник дому и здесь жили как их деревне звали кубеткины кубеткины была у них видимо родоначальница кубетчиха ее звали вот уже к сожалению вот кто они и кому они родственники уже сложно сказать вот здесь был проход где-то вот то ли здесь то ли вот тут уже даже теперь не найдешь потому что все это заросло кустами все это заросло и заболотилась но там вот я помню всегда была дикая яблоня и вот там вот возле дома там где елка примерно там стояла такая дикая яблоня она сейчас наверное есть такие мелкие были яблочки это было кубеткина изба еще на моем веку в восьмидесятые годы в начале восьмидесятых тут еще жили люди но уже потом жить перестали и дом то ли он разрушился то ли он был просто кем-то на дрова распилен ну вот от кубетки на избы не осталось ничего тоже пустырь остался и только место вот где этот дом когда-то был а там еще за кубеткиной избой был такой прекрасный пригорчик там сейчас шоссе вот проходит дальше а когда-то этого шоссе не было и там был хутор так называемый хутор и там жил насколько я знаю еще по рассказам старшего поколения михаил константинович калиничев тоже один из огромной обширной династии калиничева в косых харчевнях вот его дети например виктор михайлович и раиса михайловна александр михайлович еще там были дети и вот у него там был хутор и стоял дом это еще ну до середины 20 века где-то и старожилы еще некоторые помнят этот хуторок вот и калиничева были довольно такие зажиточное семейство довольно богатая они были землевладельцами после отмены крепостного права это в документах сохранилась об этом информация вот михаил константинович это один из представителей константиновичей потому что фамилия калиничевых ну как и некоторые другие фекличева костровы она распадается на много ветвей еще корни их уходят 19 век вот и вот он как раз принадлежал к линии константиновичей михаил константинович у него были еще братья и сестры тоже константинович и вот это их было здесь родовое гнездо ну по крайней мере с 19 века дальше они расплылись уже по деревне строили дома в других местах вот сейчас потомки живут в самых разных местах и в питере и в других местах но вот родовое гнездо это вот где-то метров 200 вот отсюда туда на пригородчик вот за этими кустами место там очень красиво и живописная хотя вот так здесь посмотришь и подумаешь что здесь гримпинская трясина и ничего хорошего нет на самом деле за кустами там очень красиво особенно летом ну вот на этом я прерывусь со второй частью записи потому что здесь дальше идет такой вот на пару сотен метров или даже больше перелесок который просто пустой перелесок